Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Мы по-прежнему находимся дома и вещаем дистанционно. 354 человека на изоляции. С начала введения в республике режима повышенной готовности в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции руководством Дагестана было принято решение об организации пунктов обсервации для приезжих. Подробнее расскажет Алина Багилова. Приезжие размещены на базах отдыха «Одиссей» и «Дельфин». Гражданам предоставлены комфортные условия для проведения 14 дней в изоляции. В гостиничных номерах с видом на море есть все необходимое – санузел, телевизор, холодильник и даже Wi-Fi. Все обеспечены трехразовым питанием. К нам поступило в первый раз на обсервацию граждане. Граждане были с Азербайджана, но они с российским гражданством. 380 человек. 26 числа уехало 354 человека. 26 человек осталось на дополнительное. Трехразовое питание, проживание – все это бесплатное. На базе отдыха «Одиссей», соблюдая требования Роспотребнадзора, на обсервации находятся 100 человек, из которых 9 детей. Ежедневных посещают врачи, проводят термометрию, контролируют появление симптомов, присущих к COVID-19. По оценкам медперсонала, все они чувствуют себя хорошо. На сегодняшний день здесь у нас находится подопечных 45 граждан Азербайджана, прошедших границу с Россией. И среди них здесь у нас, в нашем корпусе, находится один ребенок лет четырех. Как у тебя чувствуется? Состояние у всех наших подопечных удовлетворительное. Жалоб нету, температурующих нету. Все пока хорошо. Помимо граждан, приехавших из Азербайджана, на обсервации также находятся три человека, прибывшие на родину из Соединенных Штатов Америки. Все они также обеспечены бесплатным питанием и проживают в комфортных гостиничных номерах. Я прилетела сюда 31 мая из Соединенных Штатов. Нас сразу заселили здесь комфортабельные номера. Хорошо кормят, хорошо с нами находятся. Очень благодарны за работу. Глава Минтуризма Республики Расул Ибрагимов накануне посетил врачей первой городской больницы Махачкалы, размещенных в гостинице «Метрополь». Это врачи, которые работают в так называемой «красной зоне». В связи с особыми условиями работы медиков, было принято решение разместить их в гостинице, чтобы обеспечить врачей комфортными бытовыми условиями. Расул Ибрагимов пообщался с коллективом медиков. Он поинтересовался условиями содержания врачей, питанием, а также обеспечением всем необходимым. Не такое простое дело спасать жизни людей, видочек их. Поэтому мы будем стараться все возможное сделать, чтобы у вас были комфортные условия. Спасибо. Врачи, в свою очередь, остались довольны условиями пребывания. Министр отметил вклад врачей в стабилизацию ситуации и подчеркнул, что после отмены всех ограничительных мер ожидается повышение спроса на внутреннем туристическом рынке России. На помощь в Дагестан. Вот вторая неделя, как в Ботлихе и Буйнакске, силами Минобороны развернуты полевые госпитали. Там местным жителям оказывают помощь врачи западного военного округа страны. Все специалисты приехали из других регионов. И на сегодня, по официальным данным, им уже удалось вылечить от коронавируса 30 пациентов. Наша съемочная бригада постила один из объектов. Хадижа Курбанова расскажет о врачах, которые приехали, чтобы помочь нам победить недуг. От Ботлиха до Махачкалы более четырех часов езды. Преодолеть эту изнуряющую длительную дорогу не под силу тяжелобольным пациентам. Поэтому полевые госпитали здесь были жизненно необходимы. До открытия госпиталя больница районного центра была переполнена заболевшими в пик пандемии. На подмогу в Дагестан приехали военные врачи. Около ста медиков западного военного округа из Московской области приехали сюда, невзирая на риск и опасность заражения. Для многих эта командировка была неожиданной. Узнал я об этом буквально за сутки. В субботу я сменился с дежурства. В 7 утра мне позвонил командир госпиталя и сказал, что собирайся, ты едешь в командировку в Дагестан. Пациенты очень хорошо реагируют, настроены хорошо, доброжелательно. Любой вопрос отвечают, какие-то манипуляции есть, тоже не сопротивляются. Большую часть времени, в котором мы служим, уже больше по командировкам, чем находимся в своем месте дислокации. Поэтому мы всегда рады ехать в командировки, особенно в такую местность, где нас очень приятно приняли, очень красивые, все горы. Елена и Юлия Карташовы, две сестры, они также прибыли в Бортлих из Московской области. Здесь работают медсестрами. Военному делу девушки посвятили несколько лет жизни. Возможность спасать людей, по их словам, это то, к чему они стремились с детства. Ко всем командировкам мы вообще относимся положительно, потому что мечта с детства у нас спасать людей, мы к которым стремимся. Люди здесь очень гостеприимные, нам здесь очень нравится, очень хорошо нас приняли. Пейзажи просто... Природа очень красивая, как бы такого никогда не видели, таких красивых гор. Госпиталь рассчитан на 100 коек. На расстоянии более тысячи метров над уровнем моря палаточный лагерь был разбит Министерством обороны страны. Сюда поступают больные с симптомами коронавируса из Бортлихского и шести соседних районов Дагестана. У нас прием идет круглосуточно. Дежурство организовано по шесть часов. Каждые шесть часов врачебно-сельской бригаде меняется. Пациенты поступают круглосуточно, в любое время суток. Оказываем помощь всеми горным районам республики. Сейчас есть тяжелобольные, которые... Тяжелобольных у нас нет. В основном средней тяжести больные. Больных привозят на скорой помощи, либо они приходят самостоятельно. Все обратившиеся с жалобами проходят медобследование, сдают анализ на наличие COVID-19 и получают необходимое лечение. С появлением госпиталя нагрузка на центральную больницу Бортлиха значительно уменьшилась. И теперь медучреждение возвращается в русло своей нормальной работы. Много улучшилось. Раньше в мае, в начале мая даже, было по 20 больных бывало в день. А сейчас один-два больных в день привозим. То есть гораздо меньше. Да. Сколько еще здесь пробудут приезжие врачи, пока неизвестно. Каждый из них уже успел соскучиться по родным, но многим эта командировка по душе. Красивый дагестанский пейзаж, солнечные дни и добрые люди не оставили медиков в погонах равнодушными. Хадижа Курбанова, Муса Салгириев, телеканал НТ, Бортлихский район. Накануне мэр Махачкалы Салман Дадаев постил поселок Новый Кехулай, где осмотрел ход работ на улице Красина и Проселочная в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время ремонтные работы на этих улицах находятся на стадии завершения. В ходе осмотра городоначальник пообщался с жителями и выслушал их пожелания. Дадаев озвучил представителю подрядной организации некоторые рекомендации. Кроме того, мэр пообещал, что все вопросы, волнующие горожан, будут рассмотрены в отдельном порядке. МЧС предупреждает. В ближайшие сутки в республике ожидаются грозы и шквалистый ветер, а в горной местности возможен град. В отдельных районах ветер усилится до 25 метров в секунду и свыше. Кроме того, по Дагестану сохранится высокая пожароопасность. Во время грозы, чтобы избежать поражения молнией, МЧС рекомендует не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не топить печку. Следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефонами и электроприборами. На этом у нас все. Берегите себя, оставайтесь дома, всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин